Сегодня мы с вами начинаем марафон предназначения, и сегодня у нас первый урок, и в самом начале урока будут некоторые вводные данные. Для начала я бы хотела представиться. Меня зовут Анастасия, я не буду очень долго рассказывать о себе, я лишь расскажу свою историю, как, собственно, я пришла к тому, что теперь я помогаю другим людям найти свое предназначение. Ну, понятно, что ответ очевиден, да, что я нашла его сама, и этим, собственно, со всеми вами делюсь. На самом деле это случилось не сразу и не быстро, и скажу я вам, что шла я к этому очень и очень долго, и на самом деле очень много в жизни чего перепробовала, и был свой, собственно, бизнес, и несколько видов бизнеса, и что только я не пыталась делать, а все ради чего? Ради того, чтобы просто испытывать какое-то чувство удовлетворения, чувство счастья. Потому что, собственно, я никогда не знала смысл, для чего зарабатывать деньги, да, то есть деньги ради денег, бумажки ради бумажек, для меня это всегда были какие-то отдаленные перспективы, которые вообще не вдохновляли меня абсолютно. То есть мне нужен был какой-то смысл, я, конечно, не знаю, как у вас, но бумажки, как таковые, для меня вообще никакой природы не имеют. И только после того, как я поняла, что мы зарабатываем, да, для того, чтобы что? Чтобы быть счастливее, чтобы мы могли путешествовать, чтобы обучать своих детей, да, когда ты начинаешь ставить какие-то цели, тогда перед тобой открывается дорога. И, собственно, на самом деле, я сейчас не о деньгах хочу вам сказать, потому что сегодня урок вообще не про деньги, мы сейчас с вами про деньги вообще говорить не будем. Суть этого всего моего монолога к тому, что не пытайтесь совместить несовместимое, потому что я очень долгое время это как раз пыталась сделать. Я пыталась совместить работу, учебу, семью, и везде я хотела быть руководителем, потому что у меня был, собственно, бизнес, я хотела испытывать такое чувство, что все меня слушаются, понимаете, слушают. И, конечно, от этого страдало все. Страдали отношения в моей личной жизни, страдало мои отношения с моими друзьями. К сожалению, каких-то друзей я оставила в прошлом, может быть, и к счастью, не знаю. Но на самом деле в моей карте сильный Марс. И те, кто уже чуть-чуть знаком с астрологией, знают, что это мужская и женская планета, сейчас, может быть, по мне этого не скажешь. Но на самом деле мой сильный Марс всегда меня очень мешал жить, как это оказалось потом. Хотя раньше я считала, что я могу все сама, я такая сильная. Кто вообще меня понимает? Ставьте, пожалуйста, плюсики или ставьте восклицательные знаки. Кто такой же сильный, как и я? Сильный духом. И не знаю, может быть, вы не знаете, какой у вас Марс на натальной карте, но вы точно уверены, что вы себя прокормите, семью прокормите и еще там несколько человек. Вот, собственно, такой всю жизнь я и была. Пока, наконец, я поняла, что действительно это смысл жизни совсем ведь не в этом. Не в том, чтобы меня слушались, да, не в том, чтобы меня там уважали, а в том, чтобы я сама себя прочувствовала, да, я сама себя нашла в том, что я делаю. И зарабатывала деньги не ради денег и не ради бумажек, да, а ради чего? Что за высшая миссия? Что за высшая цель в моей жизни? Вот, и действительно только с помощью астрологии я осознала свои задачи. И причем я очень сильно удивилась, когда эти задачи так разнообразны. Да, конечно, были вот такие моменты в моей натальной карте, которые приводили меня к тому, что должна я что-то доносить людям, да, собственно, что я делаю сейчас. Но в то же время одной моей кармической задачей было это построить гармоничную семью, что долгое время мне тоже не удавалось, потому что были и ссоры, были и какие-то недопонимания в личных отношениях, да. И я просто не могла этого понять в своей голове. Как это возможно? Выстроить свою работу, быть руководителем, доносить какую-то правду людям и еще при этом быть мягкой и доброй и заботливой мамой и женой. Ну, собственно, не сразу, да, и не быстро пришло ко мне это осознание, но именно с помощью вот астрологии, с помощью практики, копания в этом во всем до меня наконец-то это дошло. Что действительно любимое дело может приносить мне такое счастье и самое главное, что я не руковожу, я уже забыла все свои вот эти марсианские замашки и от этого совершенно не имею никаких проблем во взаимоотношениях с другими людьми. Поэтому я считаю, что лучше не противиться своей судьбе, а следовать ей, да, выбрать путь. И, собственно, когда я это осознала, я поняла, что я просто не имею права не делиться этим с другими людьми. Конечно, потом я стала оказывать консультации, да, помогала другим людям также найти свой путь, но когда появилась такая возможность, и самое главное, единомышленники, и самое главное, последователи, то смогла это реализовать в виде вот такой своей астрологической школы. Это такое было лирическое отступление, чтобы вы поняли, да, что пишут сразу же вопрос, хочу понять, какой у меня Марс. Не надо, Светлана, пока этим вопросом всем не заморачивайтесь, я сейчас вам не про сильный Марс хочу сказать, потому что его в нашем марафоне не будет вообще. Я хочу вам просто сказать, что следуйте, следуйте, во-первых, тому, что вы узнаете новое, применяйте все, применяйте на практике, и только тогда вы, собственно, сможете найти свой путь. Я напоминаю, что у каждого из вас должна быть такая натальная карта. На сайте AstroExpert достаточно просто составить свою натальную карту. Если вы не знаете точного времени рождения, тогда вы вводите абсолютно любое значение дня, ну, например, 12 часов дня, и тогда вам нужно будет смотреть не основную карту, а под основной картой, там написано карты под рукой, именно лунную карту, потому что, собственно, особенно на первом уроке нам не так будут важны точность времени до минут, но вообще-то желательно время свое знать, ну, хотя бы до 10-15 минут, желательно, конечно, до минуты. Вот, но, тем не менее, смотрите тогда хотя бы лунную карту. Это что касается натальной карты. Надеюсь, что все нашли. Скажите, есть ли такие, кто не знает, и у него нет своей личной натальной карты? Поставьте, пожалуйста, минус, если у вас, или напишите, нет карты, чтобы я понимала, что со всеми уже мы можем работать, переходить к работе, да? Ну, давайте я вам немножечко еще такой философской мысли. Во-первых, давайте задумаемся. Тема нашего марафона — предназначение. Но предназначение — это такое сейчас замыленное слово, и я не знаю только из каких источников его не слышно. И астрологи, и нумерологи, и эзотерики, и люди даже из бизнеса, они все говорят о своем предназначении, да? И поэтому это слово, оно немножечко так теряет свой какой-то истинный смысл. Но вообще-то мы можем интерпретировать, вот я вам начала немножко говорить про цели, да, про какие цели существуют. Так вот, на самом деле, цель жизни у каждого человека, она одна. У всех людей, рожденных на планете, единственная цель, и вы ее подсознательно знаете, да, это быть счастливым. И каждый из нас ведь к этому стремится, да, каждый из нас хочет, чтобы у него жизнь была безоблачная, чтобы все было замечательно, чтобы не было никаких проблем. Но не получается никак, правда? И поэтому не получается по многим причинам. Одна из них, потому что мы просто сейчас не осознаем, где мы находимся, где мы находимся сейчас. И, соответственно, если мы не осознаем вот этого момента, то есть кто мы есть, зачем мы вообще пришли на эту землю, и что нам дальше делать, естественно, мы не видим пути, куда нам идти. Да, вижу, что кто-то пишет, что нет карты, тогда рекомендую после этого урока пересмотреть еще раз первый урок, и тогда вы его, вы построите свою карту. Итак, когда мы начинаем включать свои жизненные принципы, да, потому что, например, кто-то из вас сомневался идти на этот марафон, например, да, или думал про себя, да, я и так все знаю, да, что мне там новое расскажут, да, да, из каждого утюга эта информация уже поступает, да. Вот, но, тем не менее, это мы включаем свои какие-то убеждения, какие-то принципы, да, и в таком случае мы становимся в обычное состояние, которое я называю машина. Но это не я называю, это на самом деле такое действительно есть психологическое понятие, когда человек автоматически повторяет одни и те же действия изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. И самое главное, что мы начинаем так держаться за материальное, что вот представьте, да, что есть дорогой телефон, лежит, да, вот сейчас телефон стоит 100, там, 110, 120 тысяч новый. И представляете, что происходит с человеком, когда он его роняет и теряет? Что происходит? Это же катастрофа просто, понимаете? Он так сильно расстроен, что он его сломал, но он даже не так сильно рад, когда он его приобрел. Вот, поэтому цель жизни, она из-за этих всех мелочей теряется, хотя это действительно большая мелочь. И у человека наступает такое, знаете, пограничное состояние между гордыней и смирением, между тем, что включить свое эго и сказать, да, я и так все знаю, да, мне ничего не надо, да, кто тут такой умный нашелся, да. И вот тогда у него включается натальная карта в полной мере, представляете? То есть, если вы вдруг изучаете астрологию и понимаете, что нет, вот у меня в натальной карте все плохо, например, по Марсу, поэтому, да, на самом деле у меня все хорошо, да, это говорит лишь о том, что вы живете осознанной жизнью, вы не состоите в этом положении машины, понимаете? И поэтому вот как только мы включаем свою гордыню, так включается весь наш гороскоп. То есть, так работает, начинает натальная карта, прям вот как по шагам, как она написана в учебнике. Но это, я вам скажу, не хорошо, не плохо, а так оно есть. И поэтому несчастье, они все приводят к смирению. То есть, у нас включается натальная карта, у нас происходит негативное событие, которое заставляет все равно вернуться к нам же самим, понимаете? То есть, как было бы проще, если бы мы изначально родившись и уже с молоком матери знали наше призвание, наш путь и не шли против него, шли именно по нему, да, и тогда нам несчастье, они бы в жизни даже не встречались. А так нам приходится через какие-то тяготы проходить. И предназначение, призвание, вот эти все понятия, слова, они между собой очень похожи. Но на самом деле, самое главное ответить на вопрос, почему мы не можем найти свой путь. Во-первых, то, что мы с вами здесь родились на этой земле, я вас поздравляю, мы все большие должники. Потому что именно рождение на земле, это и есть часть нерешенных проблем, нерешенных задач, которые человек из раза в раз, не человек, душа, да, если представить, что, допустим, это лишь наша оболочка, тело, в котором мы сейчас живем, которое, если верить в реинкарнацию, в череду перерождений, душа просто одевает одно за другим на себя. И получается, что если мы родились на этой земле, мы не где-то там в высших мирах, то мы с вами все должники. И наша задача как раз-таки избавиться от незнания. Потому что есть такие понятия в ведической астрологии, это видья, не только астрологии, вообще в культуре. Видья и овидья. Видья — это знание, это какое-то высшее знание, то есть мы знаем, как нам жить, да, а овидья — это невежество или незнание. И, собственно, причина вот этого невежества, она кроется в самой большой иллюзии человека, когда он пытается сделать какой-то выбор, да, там у нас же постоянно возникает желание, там «сегодня я хочу, замуж, завтра не хочу», сегодня я хочу семью, завтра не хочу, да, и у нас постоянно вот это какая-то, ну не знаю, маятник, он нас постоянно качает. И это очень, на самом деле, тяжело нам живется, постоянно находиться в каком-то выборе, когда мы не знаем, куда идти, соответственно, да. И вот именно физическая астрология, она помогает избавиться от этого невежества. И единственный способ, это, конечно же, учение, это постигание вот этих знаний, которые вот они даны, только возьми их, только изучай. И если мы не изучаем, если мы остаемся в невежестве, то мы никогда не пройдем уроки этой жизни. Мы так и останемся, умираем, мы будем вспоминать, что мы сделали не так, и нам придет опять понимание того, что в следующей жизни нам снова нужно извлечь эти уроки. Только они будут еще жестче, понимаете? То есть на самом-то деле каждый из вас, кто сюда пришел, он уже подсознательно знает свой путь, он уже знает, что в нем самом заложен какой-то клад. Надо просто его отрыть, а мы все проходим мимо. То есть мы же знаем, особенно в детстве, да, у нас просто в детстве очень сильно ломают и ломали, особенно в наше время, когда мы росли, да, когда нас постоянно пичкали такими убеждениями, от которых мы сейчас избавляемся, и это очень тяжело с помощью психологов, астрологов, специалистов, да. И поэтому получается, что мы толком действительно не знаем, чего мы хотим, и мы все время за чем-то гонимся. Мы хотим зарабатывать побольше, мы хотим кушать получше, мы хотим новое, там, не знаю, машину, жилье, неважно что. То есть мы все время хотим-хотим-хотим, и это на самом деле не наше истинное желание, это наше ложное желание. Потому что на самом деле, если человек красивый изнутри, вот я, знаете, как-то еще, ну, давно-давно, может, несколько лет назад встретила одну женщину, она монахиня, то есть она супруга, как его называют, настоятеля в церкви. И она такая красивая, вы не представляете себе, на ней ни капли косметики, на ней ни одной морщинки. И когда я узнала, что у нее шестеро детей, и у нее, ей уже больше, там, сорока пяти лет, я так удивилась, у нее свечение изнутри, понимаете. То есть она истинно знала, куда она идет, она знала, для чего она живет, да, она знала свой путь, она по нему шла, она не пыталась, там, заработать или что-то. То есть вот у нее был свой очаг, муж, который настоятель церкви, она ему помогала, убиралась в этой же церкви, понимаете, и вот куча детей. Это я привела просто для примера, не обязательно должна быть жена настоятеля, это какая угодно женщина может так выглядеть. Потому что красота, это не количество инъекций. Я, может, сейчас кого-то расстрою, но выдирать седые волосы бессмысленно, понимаете. То есть если выдирать каждый раз появившийся седой волос, то мы просто можем лысо и остаться со временем, понимаете. Вот, а если принять себя, свою природу и пытаться подсвечивать свое естество изнутри, то я вас уверяю, никакие инъекции вам будут не нужны. И не только потому, что морщин не будет, тут это даже не в этом дело, а потому, что вам на это будет наплевать. И окружающие вас люди будут воспринимать вас не за ваше, допустим, гладко ухоженное лицо или красивые волосы, а за то, кто вы есть. Не заскучали? Пишите, согласны ли вы вообще со мной, как ваше мнение, потому что я тут говорю-говорю. Ну, давайте еще немножечко покопаемся, посмотрим, какие наши истинные желания. Истинное наше желание – это как раз отождествление с Творцом. То есть мы вышли из природы, и мы, что называется, вернемся в эту природу. И ни для кого не секрет, что наша жизнь конечна, она когда-нибудь закончится. И, соответственно, наше истинное желание – это как раз вот это слияние с природой, слияние с Творцом. И я не какой-то там проповедник, и не хочу, это не секта, не переживайте, вот. Но на самом деле я хочу просто вот эту разницу между истинными и ложными желаниями показать. Ложное желание не имеет ничего общего с нашей жизнью. То есть когда вы хотите новую машину, к примеру, да, красный Ламборджини, это не вы хотите, это ваше общество вам навязало, что хорошо хотеть красную машину. Потому что интернет, СМИ, реклама показывают, что это красивая жизнь, и это залог успеха. На самом деле все это, это шелуха, да, которая, не дай бог, какая-то авария, и все закончится. Вот, поэтому мы даже, собственно, не пытаемся понять, а те, кто... И поэтому приходится рождаться снова и снова, да, потому что не получается найти дело по душе, не получается реализовать себя. А те, кто пытаются себя понять, те действительно осознают через какое-то время, что все-то на самом деле очень просто. Жизнь-то она, вот она, она не проходит мимо, она не где-то там сзади, она не где-то там впереди, она вот, да, это то, что мы живем и наслаждаемся. Это, собственно, и есть суть ведической культуры, я немножко вас с ней познакомила, надеюсь, что она вам близка, как и мне. И здесь как раз кроется очень кардинальное отличие от современной культуры или западной, как мы ее называем, навязанной нам, которая сильно увела нас от истинных желаний, а увела куда? В сторону материальных желаний, да, то есть навязывают нам какие-то стереотипы, которые мы должны следовать, и это, конечно, очень печально. Поэтому и моя цель развивать как можно больше в людях поиск себя, поиск истины. И сейчас давайте уже подходим к желанию души, к практической работе. Хочу еще сказать, что шесть главных врагов, которые, собственно, наверное, в каждой культуре, в каждой религии вы можете встретить. Это вожделение, и параллельно буду вам говорить, какая планета отвечает за тот или иной, за того или иного врага человечества. Вожделение — это Венера, гнев — это Марс, жадность — это Юпитер, иллюзия — это Луна, гордыня — это Меркурий, зависть — это Сатурн. И есть еще один враг, который над всеми, их все формирует, их вот эти все шесть врагов формирует, это наше эго. Это то, что мы называем эгоцентризм, и за него, конечно, отвечает Солнце. Это самый главный враг, и это самая главная планета в нашей натальной карте. И как раз одна из этих шести планет, я не ошиблась, шести, и плюс еще Солнце, покажет нам нашу основную кармическую задачу. То есть, по сути, мы сейчас с вами будем изучать того врага, с которым нам придется бороться всю свою жизнь. И, наверное, вы сейчас уже тоже это за собой замечаете. Поэтому, согласно многим женщинам, этому нужно учиться, к этому прийти, изучать шакры. Естественно, естественно, очень много всего нужно изучать, это безусловно. Но с чего-то надо начинать, понимаете? И вот с чего начать, как раз я вам и предлагаю. Один из вариантов. Мы с вами будем изучать по классификации Джаймини. Мы не будем изучать всю классификацию всех планет, но мы возьмем с вами, это называется от Макарака, наперед вам говорю, от Макараку по семи основным планетам. Это шесть врагов человечества, да, шесть планет, и плюс Солнце. Также современная астрология добавляет к этому показателю еще и Раху. Раху — это планета иллюзий, это показатель уже современной астрологии, которого не было в изначальных трактовках. Но, тем не менее, многие школы говорят о том, что и Раху здесь принимает свое участие. Однако, мы с вами поговорим про от Макараку с показателя именно семи планет. Атма — это душа. Если мы изучаем физическую астрологию, она произошла из Индии, и это древний язык санскрит, это действительно очень древний, считается, что он божественный язык, то нам нужно знать переводы некоторых слов. И атма означает душа, карака — планета. Может быть, вы уже, если занимаетесь йогой или прокачиваете чакры, знаете, что такое атма. То есть, получается, что атма карака — показатель души или нереализованное желание нашей души. То есть, по сути, это причина нашего рождения. Сейчас вы узнаете, кто не знает, почему вы родились, для чего. Одна из кармических ваших задач. И атма карака именно, она показывает уровень и природу этих желаний, уровень и природу души. Насколько, зачем, с какой целью пришла эта душа в современный мир, в современное общество. То есть, получается, что это тот опыт, сейчас вот внимание, сейчас можно запутаться. Это тот опыт, который мы должны получить в этой жизни, но, скорее всего, в нем разочароваться. Понимаете, о чем я говорю? То есть, нам без этого не прожить, нам придется так или иначе столкнуться с этой проблемой, с этим врагом. Но, скорее всего, мы в этом разочаруемся. И чем раньше мы это поймем, тем меньше будет это разочарование. То есть, по сути, атма карака — это показатель сложностей, с которыми придется человеку столкнуться. И вот обратите внимание, по каждой атма караке я буду вам говорить, сильное или слабое. Сильное атма карака покажет то, что желание реализовать намного проще и легче. Слабое атма карака или пораженное, я буду вам говорить, некоторые критерии этого указывают на то, что у человека очень большой потенциал. И реализовать кармическую задачу будет легко. Готовы? Приступаем. Пишите, что готовы. И будем переходить к определению атма караки. Итак, атма карака — это планета с самым большим градусом в натальной карте. Вот у вас рядом с вашей натальной картой есть такая табличка, где написаны градусы. Поищите, пожалуйста, все табличку. И здесь вам нужно найти самый большой градус в этой натальной карте. Мы не берем в расчет Раху и Кету. Сейчас я прошу внимания, да, все те, кто изучал астрологию, если вы знаете, что мы берем в расчет Раху тоже, да, я, мы в школе, на самом деле, в нашей астрологической ее изучаем. Но здесь мы не будем ее брать в расчет, потому что мы берем систему Джеймини из семи карак пока. Потому что Раху исчисляется по другому принципу, и я просто не хочу сейчас путать новичков, которые не знакомы с этой системой. Скажите мне, пожалуйста, кто атма карака в этой натальной карте? Кто уже знает, кто уже рассмотрел? Именно в этой натальной карте, пожалуйста, напишите. Здесь перед вами подсказка. Если вы не знаете, как обозначается планета в натальной карте, то здесь подсказка. Например, су-сан, это солнце, да, мо-мун, это луна, ме-меркурий, ма-марс, джей-пи или джей-ю бывает, юпитер, ве-венера и са-сатурн. Да, молодцы, все правильно написали Венера. Это вы написали, что у вас Венера или в этой карте? В этой карте от макарака Сатурн, потому что мы находим в этой табличке са-сатурн и смотрим его значение градусов. 28 градусов это самое высокое значение. Если у вас лунная карта, то вы смотрите, у вас, знаете как, градусы, они, конечно, будут меняться, но не так, не сильно. И там будет большое значение, если это все-таки луна. То есть луна, она меняет градус свой гораздо чаще. Вот если луна, тогда очень сложно, тогда, может быть, даже это будет у вас и не луна. А если у вас, например, вы увидели, что, ну, вы не знаете точное время рождения, и самый большой градус, например, у той же планеты Сатурн, то, скорее всего, так оно и будет, потому что в течение суток Сатурн не сильно изменит свой градус. Или Юпитер, например. Поэтому, смотрите, если луна, то, скорее всего, луна изменится. Тут нужно более точно узнавать. И тогда, может быть, либо следующий за луной, да, кто будет, ну, вот, самый большой градус. Либо все-таки это станция луна, конечно, зависит от времени. Время лучше знать, безусловно. Итак, давайте теперь пройдемся. Да, вижу, что вы пишете солнце. Это вы пишете уже свои, да, от Макарки, правильно? Это же вы пишете свои от Макарки. Хорошо. Нет, я уже сказала, что мы Раху в данной ситуации не учитываем, потому что мы берем систему из 7 карок. Многие здесь в первый раз, и учитывать Раху, ну, просто сложно, да, там по другой системе он рассчитывается. Что такое асцендент? Асцендент, АСС это асцендент. Это пока не нужно нам. Да, асцендент мы здесь не берем. То есть, если у вас в этой карте, например, самый большой градус получился вот здесь, в асценденте, то это не считается, это мы не берем. То есть, только из этих 7 планет, вот они, они все в столбик у вас в этой натальной карте. Да, правильно заметила Татьяна, что в этой же точно табличке, чуть-чуть справа, если вы посмотрите, у вас будет написано АК. Да. Хорошо.